О сатирии не только. В Красноармейском районе Чувашии состоялось празднование 90-летия сатирического журнала «Капкан». О лучших юмористических традициях узнала и наша съемочная группа. В Доме культуры деревни Пикшики собрались жители со всего района. И это неудивительно любимый всеми журнал «Капкан» празднует свой юбилей. С Красноармейским районом у него давние связи. Долгие годы редактором журнала был уроженец этих мест Василий Яковлев. Журнал «Капкан», чувашский сатирический журнал «Капкан» является старейшим для всех национальных республик Поволжья и Урала и не только. Это для нас, конечно, предмет гордости. Это, видимо, связано с тем, что чувашский народ всегда ценил, высоко ценил юмор, шутку, смех, иронию. Журнал «Капкан» издается в 48 регионах России два раза в месяц на чувашском языке. Основные читатели – сельские жители. Фильетоны, памфлеты, острые критические статьи продолжают жить на странице журнала. С помощью таких публикаций проще вскрывать пороки общества. Нештатными авторами всегда были люди из села. Я стараюсь сплежаться с общественными корреспондентами, нашими постоянными авторами. Без них, без общественных корреспондентов, журнал не будет принят народом. Изменением общественного уклада жизни, естественно, меняется и мнение, народное мнение. И все это влияет на публикации нашего журнала тоже. Как отметил Валерий Тургай, в России практически не осталось сатирических журналов подобного типа. Поэтому очень важно сохранить и приумножить читательскую любовь к журналу. Ведь, как известно, без читателя нет и издания. Татьяна Леонтьева, Николай Яковлев, Республика.